Школьники и трудящиеся Муравленко вновь объединились в спортивные ряды. В городском стрелковом тире в канун праздников состоялись необычные соревнования по полевой стрельбе. Сразу из пяти видов различного оружия. На позиции одновременно пять стрелков. Есть и профессионалы, но в основном это любители спорта, активного образа жизни и, конечно же, полевой стрельбы. Руслан Халитов увлекся стрельбой какие-то пару месяцев назад. Но, несмотря на небольшой опыт, решил рискнуть и поучаствовать в новогоднем сафари. Мне нравится пострелять, поучаствовать в соревнованиях. Можно даже занять первое место и порадоваться. Рядом с ними неоднократные призеры соревнований. На протяжении многих лет они участвуют в состязаниях, проходящих в тире. Постоянные соперники, представители самых разных профессий, разных предприятий и организаций города. Это нефтяники, геофизики, учителя и врачи, полицейские, пожарные, журналисты и многие-многие другие. Они регулярно встречаются на тренировках, отстаивают первенство в меткости на соревнованиях. Для многих стрельба не просто азарт, а скорее образ жизни. Главное на соревнованиях – чувство командного духа и собранность каждого стрелка. Заявки на участие в стрельбах в этот раз подали три десятка спортсменов и любителей. Причем, согласно правилам, в нынешних соревнованиях учитывается возраст и половая принадлежность стрелков, чтобы подогреть спортивный азарт. Итоги подводят отдельно в каждой группе. 30 человек, по различным причинам, по-моему, двое у нас не смогли принять участие по болезни. Но 30 человек участвуют в этом марафоне «Универсал». Они поделены на четыре разные категории. Отдельно юноши, мужчины, девушки и женщины. Для того, чтобы обострить более такую изюминку принести и интрига, чтобы была. На огневом рубеже пять видов оружия. Пистолеты, винтовки пневматические и малокалиберные. Каждому участнику на пристрелку три пробных, а после десять зачетных выстрелов. И на все про все у каждого один час. Победитель определяется по сумме набранных очков. По такой новой, необычной схеме соревнования проходят впервые. Это, собственно, было придумано с целью поработать на стрессоустойчивость у моих спортсменов, привлечь горожан. Это у нас городские соревнования также. Ну и как бы расширить рамки своих возможностей. Только с целью для того, чтобы снять напряжение, накопившееся за год, ответственных стрельб квалификационных. Соревнования среди команд завершились спустя два дня. В награду победителям достались грамоты и статуэтки «Универсиада-2021», а побежденным – дипломы участников от Городского управления по физкультуре и спорту. Ирина Бугрим, Юлия Лучникова, Петр Князев. Новости Муравленко.